В результате бездействия должностных лиц на второклассники упали качели. Итог. У ребенка перелом обеих рук. Спасибо, что хоть и остался живым. Дмитрий Александрович, я бы немедленно в этой ситуации разобраться и привлечь всех авторов. Отписок к ответственности. Эта злополучная детская площадка находится по говорящему адресу Докучаева-2. Многие жители играли на ней, когда сами были маленькими, а теперь тут резвятся их дети. Площадке около 40 лет. Играть сюда приходят со всей улицы и ближайшего частного сектора. Больше в окрестностях детских площадок нет. На просьбы заменить ржавые качели и старые турники жители получают ответ от своего депутата. Можем демонтировать. Я говорю, если вы нам все отрежете, нам просто негде будет детям играть. Они, говорю, уже на деревьях сидят, как обезьянки, потому что им нечем заняться. Я попросила хотя бы залить ее, потому что ее вот так вот шатнешь качелю, она прям переворачивается. Я говорю, ну не отрезайте, можете просто залить основание качели, чтобы хоть где-то можно было покачаться. На что дальше у меня уже не было ответа. Десятилетний Кирилл, тот самый пострадавший мальчик, в один из вечеров катался на качеле. Она перевернулась, и ребенок упал на обе руки. Он прилежал несколько дней в больнице, а теперь находится дома, на больничном. Обслуживать себя самостоятельно Кирилл не может. Рядом всегда мама кормит, одевает, водит в туалет. Ну, слава богу, это были руки, что его не придавило этой качелью. Там же не только мой ребенок, там гуляет у нас около 20 деток, гуляет и больше. И гулять нам детям просто негде. И могло быть намного хуже, а не так вот руки, перелом рук. Сейчас вот когда пройдет немного времени, потому что в данный момент, ну, мое все время занимает это присутствие с ребенком, дальше я, конечно, не хочу это спускать. Я считаю, что те люди, к которым мы обращались, и кто нам обещал, это вот кто к нам приезжал, да, на собрание, что нам поставят площадку, они должны ответить за это. А обращались по поводу злополучной площадки жители и в управляющую компанию, и в администрацию. Но их запросы либо игнорируют, либо переводят ответственность друг на друга. Траву вокруг площадки не косили все лето. Вокруг русели валяется мусор и битое стекло. Он летит с рядом стоящей свалки. Жителям приходится убирать все самостоятельно. Впрочем, тратить краску на это подобие игровой зоны в этом году тоже не стали. Мы хотели своими силами поставить площадку, но у нас, я не могу одна это решить, у нас половина дома это пожилые люди, половина дома это молодые семьи. И без согласия всех мы не можем за свой счет поставить площадку для наших детей. И мнения разделяются. Поэтому у нас нет другого выхода, как ходить по другим районам, либо просто нет у нас возможности. Тем временем прокуратура уже начала проверку несчастного случая. Как заявили в администрации, площадка на Докучаево на балансе города не значится. Кто ее устанавливал, в управлении по благоустройству сказать затруднились. Сейчас принято решение о проведении большой тотальной инвентаризации всех детских площадок на территории города. Будет рассмотрен вопрос о соответствии их современным требованиям по безопасности. В случае, если они не соответствуют таковым, то будут подлежать демонтажу. В среднем в год на детских площадках происходит свыше 20 тысяч несчастных случаев. Игровые зоны должны соответствовать требованиям Евразийского экономического союза. Их материалы должны быть безопасными. Рядом должны быть таблички с правилами пользования оборудования и сведения о возрастных группах, включая ограничения по росту и весу. А также номера телефонов службы спасения и эксплуатирующих организаций, куда можно обратиться при неисправности оборудования.